Всем привет! С вами Video-Gadget.ru. Сегодня мы тестируем видеорегистратор R300. Модель оборудована сразу двумя камерами. Посмотрим, зачем это может понадобиться. Как всегда, устройство тестируется по четырем категориям. Комплект, конструкция, держатель, качество съемки. Максимальная оценка по каждой 5 баллов. Кроме регистратора в коробке. Автомобильная зарядка с длинным кабелем позволит установить регистратор практически где угодно. Держатель, о нем как всегда чуть позже. Стандартный кабель для компьютера с разъемом мини-USB. Такой найдется в каждом доме. Внешний GPS-приемник для отслеживания ваших координат. Набор липучек. Итого 4,5 балла за отсутствие чехла. Как обычно, купив регистратор у нас, вы можете получить карту памяти объемом от 4 до 32 гигабайт и другие бонусы. Подробности по телефону на экране или на сайте video-gadget.ru. Конструкция. По форме модель напоминает половинку цилиндра со скошенными боковыми гранями. Не возьмусь утверждать, хорошо это или плохо, но выглядит устройство внушительно. На передней стороне расположен объектив первой камеры с возможностью настройки угла съемки. На вскидку разница между крайними положениями порядка 60 градусов. В принципе, больше и не нужно. На обратной стороне широкоформатный дисплей диагональю 2,7 дюйма. Если понадобится, вы можете посмотреть отснятый материал на месте. Справа от дисплея блок управляющих клавиш. В верхнем углу кнопка включения. Наискосок от нее клавиша подтверждения. Между ними вписанные в круг кнопки навигации по меню, вызывающие его клавиша и переключатели режимов. В центре находится объектив второй камеры. Поначалу его принимаешь за кнопку подтверждения и пытаешься нажать. За время тестирования мне так и не удалось победить эту привычку, оставшуюся от сотовых телефонов. Подобная конструкция пригодится тем, кто возит пассажиров. Профессиональным таксистом или частным извозчиком. Несколько наших покупателей утверждают, что вторую камеру можно использовать для съемки обстановки по бокам и за машиной. Но нам показалось, что это не совсем то, на что рассчитывал производитель. Все разъемы на левом торце. За массивной резиновой заглушкой порт мини-USB, слот для карты памяти и разъем для подключения GPS-приемника. Итого 4,5 балла. Нет видеовхода. Зато присутствует внешний GPS-приемник. Держатель. Из-за формы корпуса приходится использовать составной держатель. На регистратор одевается пластмассовый адаптер, которому привинчивается крепление с присоской. В конструкции предусмотрено вращение в двух плоскостях, так что положение устройства можно настроить достаточно точно. Чтобы развернуть регистратор объективом в сторону, придется немного открутить его от держателя. Это пригодится, если вы решите снять общение с сотрудниками постовой службы. С учетом наличия сразу двух камер, получается настоящее кино. Итого 4,5 балла за сложности с разворотом камеры. Особенности. Регистратор снимает с разрешением 1280 на 480 точек. Нетрудно посчитать, что по отдельности камеры снимают в VGA. По нынешним временам маловато. Зато порадовали возможности настройки. Любую из камер можно отключить. Угол обзора 140 градусов. Формат записи стандартный AVI. За счет встроенного микрофона кино будет со звуком. На отснятый материал автоматически накладываются дата и время, скорость и координаты. Таким образом, устройство позволяет обеспечить дополнительный уровень защиты от дорожного произвола. При установке карты памяти регистратор запросит согласие на ее форматирование. Это необходимо, чтобы установить специальное программное обеспечение, облегчающее просмотр роликов и автоматически отображающее маршрут поездки через Google Maps. Встроенный G-сенсор пригодится для фиксации внешнего удара. Если в вас все-таки въехали, будет зафиксирована сила и направление удара. Чувствительность сенсора настраивается. Примечательно, что при столкновении регистратор автоматически сохраняет 30 секунд до инцидента и 30 секунд после в специальную папку, защищенную от записи. Волноваться о нехватке места на карте памяти не придется. При ее заполнении камера начнет стирать старые ролики. Так что в зависимости от объема карточки у вас всегда будет минимум 40 минут перед инцидентом. Для оценки качества съемки мы сняли тестовый ролик. Чтобы получить более полное представление о качестве съемки, советуем скачать его с нашего сайта. Интернет-версия немного пережата. На мой взгляд, качество среднее. Номеров впереди идущих машин разглядеть мне не удалось. Картинка немного замылена. Камера, снимающая салон, выдает изображение худшего качества, чем та, которая обращена на улицу. Это логично. Если учесть стоимость регистратора, наличие сразу двух камер, GPS-приемника и 3G-сенсора, качество съемки оказывается вполне приемлемым. Итого 4 балла за качество съемки. Пришло время подвести итоги. Средний балл R300 4,4. Минус в отсутствии съемки в HD и детектора движения. Нишевая модель, которая подойдет тем, кто беспокоится не только о том, что происходит в дороге, но и в салоне. Несомненный плюс наличия GPS и 3G-датчика. Только в нашем магазине. Если R300 вам чем-то не подойдет, мы вернем деньги за один день. Без скандалов, нервотрепки и экспертиз. Напомню, купив регистратор в нашем магазине видео-гаджет.ру, вы можете получить карту памяти объемом от 4 до 32 гигабайт и другие бонусы. Чтобы узнать об акции подробнее, звоните по телефону на экране или заходите на сайт video-gadget.ru. Если вы еще не определились с выбором, посмотрите другие видео-обзоры. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok